Демонстрация 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 Центр настал активизация гражданской активности, формирование коалиции, защиту Петербурга, введение в общественную повестку дня проблем сохранения культурного наследия города. До 2006 года, до активных протестных мероприятий, проблемы сохранения памятников обсуждались только в узких профессиональных кругах. Теперь обратимся к этапам институционализации сверху. Илья Варламов в своем блоге в феврале 2021 года написал, что в соучаствующее проектирование так и останется настройка, которая не подкреплена ни нормативной базой, ни мотивацией местных властей, ни ресурсами для организации. Но тут я бы с ним несколько не согласилась. Почему? Потому что четко есть цель в национальном проекте – создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды. Поэтому происходит формирование целей со стороны власти уже в виде количественных показателей увеличение к 2024 году до 30% доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды. И создание властью порядка действий закрепляется документально, принимаются различные стандарты. Для реализации целей за специальными организациями закрепляется представительство интересов муниципальной власти. В качестве примера подобных организаций приведем региональные центры компетенции по вопросам городской среды. На этапе общественного признания института происходит представление созданных структур как легитимных медиаторов между населением, властью и бизнесом. Распространение институционализированных форм деятельности осуществляется путем привлечения граждан к общественным обсуждениям, инициаторами которых становятся эти указанные выше созданные организации. И на последнем этапе создается система социального контроля общественного, в котором задействованы сформированные при поддержке власти структуры, например, общественные советы. При этом, если мы смотрим реализацию ступеней лестницы гражданского участия, то обращаем внимание на такие ступени, как информирование и консультирование. В них есть своя специфика. Во-первых, органы власти определяют приоритетность проблем направления развития. Граждане рассматриваются лишь как пассивные потребители информации. Например, письменные предложения и замечания по проекту планировки Некрасовского моста в Вологде принимались в рабочие дни с 9 до 12 часов и с 14 до 16.30 в течение 20 дней. Для ознакомления с проектом необходим был документ, удостоверяющий личность, паспорт. Поэтому в обсуждении приняло не так много участия граждан. Во-вторых, активная информационная кампания, ориентированная на различные социальные группы, отсутствует. Например, вряд ли пожилые люди самостоятельно разберутся с онлайн-технологией выдвижения своих предложений по благоустройству территорий в программе «Народный бюджет». Формальные практики информирования снижают возможность дальнейшего диалога и заинтересованность со стороны граждан. Но появляется новое. При создании специальных организаций-посредников информационные потоки уже перенаправляются через них и активизируется стадия консультирования. К какому приходим основному выводу мы, что в настоящий момент реализуется стратегия импорта институтов силами государства и активистов, вот этих вот созданных организаций на основе бывших, инициированных самими гражданами. Так, по мнению эксперта, такие изменения в России за 2-3 года – это крайне быстро. То, что произошло у вас в стране за такое короткое время, в наших странах заняло десятилетия. Все эта сжатость говорит о том, что все-таки идет процесс как импорт институтов. Теперь, когда мы сравнили два механизма формирования институтов гражданского участия, посмотрим тенденции последних лет, причем самых последних – 2019-2020 годы. Во-первых, увеличилось число акторов, участвующих в выработке решений. Это и общественное объединение, являющееся результатами инициативы снизу и создаваемой при поддержке власти структуры. Происходит смена статуса объединения. Мы знаем, что как только движение формализуется, признается властью, оно теряет свой протестный потенциал. На одной территории вопросами развития города одновременно занимаются различные объединения, которые организуют обсуждение проектов одних и тех же городских пространств. Это заставляет горожан делать выбор, какая из организаций представляет их интересы, чей проект будет реализован. Кроме того, ограниченность числа местных экспертов также ставит вопросы о целесообразности создания многочисленных структур, занимающихся одной проблематикой – эффективности их деятельности. Так, проверка ОНФ выявила неэффективность работы в 2019 году региональных центров компетенции 28 субъектов РФ. Все эти факты наводят на мысль о формальном и имитационном характере практик гражданского участия в городском развитии, конкуренции между различными структурами. Во-вторых, государство активно формирует институты городского развития, что проявляется в принятии пола документов федерального значения, разработке инструментов гражданского участия в формировании городской среды. Авторам проведено сравнение рейтингов городов северо-западного федерального округа, сформированных с использованием индекса качества городской среды, объективный показатель, и социологических опросов населения. И можно видеть расхождение. Так, по субъективным оценкам горожан, Воркута занимает одно из последних мест в рейтинге – 193 из 200. При этом по объективным показателям она находится на уровне Мурманского, у которого 99 место, Северодвинска – 78 и не так далеко от Петрозаводска – 65 место. Если взять объективный показатель озеленения пространства, сравним Санкт-Петербург – 45 баллов, и Архангельск – 19 баллов. Однако жители обоих городов считают, что есть большие проблемы с озеленением. И это мы можем видеть на примере работы групп деревья Петербурга, деревья Архангельска. Объективный показатель – уличная дорожная сеть. Вологда – 44 балла, Архангельс – 27, Петрозавод – 24. При этом на заявительных сервисах, которые активно используются жителями городов, на качество дорог и парковок Вологда и Архангельска размещено наибольшее количество жалоб. Поэтому выявлены различия объективных показателей и субъективных оценок населения, что требует повторного осмысления инструментов оценки качества городской среды. Методика Минстроя, с одной стороны, ресурсно-затратная, с другой стороны, на ее основании декларируется выделение средств для развития городов. Какие еще есть актуальные тенденции? Задаю я себе вопрос, происходит ли присвоение пространства. Интервью и данные наблюдения показали, что жители территории, прилегающих к общественным пространствам, подвержены двойственным процессам. Они присваивают эти пространства себе, выражая недовольство чужиками на своей территории и одновременно оторгают их на контрасте, так как качество придомовой территории не улучшается, благоустройство осуществляется точечно. Ну и примеры высказываний вы видите на слайде. Также отсутствие единой концепции развития города, фрагментарность создания общественных пространств или ремонта преддомовых территорий приводит к отчуждению сообществ места формирования единой городской идентичности. Также можно посмотреть высказывания жителей. Так как мы рассматриваем институционализацию конкретной сферы городского развития, то параллельно нами были обобщены основные положения современного урбанизма. И я хотела сказать, что так очень много есть компонентов развития городской среды, но что мы видим реально? На деле реализуется только проектирование общественных пространств, общественных пространств как физической среды. И по результатам социологических опросов населения Вологодской области мы видим определенный скепсис жителей. Только 7-10% респондентов считают привлечение жителей к развитию территории первостепенной задачей. Только 13% жителей Череповца убеждены, что от них зависит развитие города. Ну и в целом по региону цифры на уровне 20-24%. Хочу высказать опасения, что соучаствующее проектирование сейчас ставится на поток. На слайде вы можете посмотреть одинаковые проекты. Будут озвучиваться одинаковые запросы со стороны жителей, что уже начинают отмечать участники соучаствующего в проектировании. И как бы формируется мнение населения, которое негативно высказывается насчет программы комфортной среды. Если вы следите за тем, как реализуется программа комфортной среды, подумайте 10 раз, прежде чем просить включить сквер в эту программу. Там не фонари поставят, а все повырубают, поперекапывают и замостят брусчаткой. Воткнут клумбы, детские площадки, скамейки. Сквер не будет зеленой зоной. Ну и выводы. Власть становится активным игроком. Она заинтересована в таких ступенях гражданского участия, как информирование и консультирование. Основными формами участия граждан в развитии городской среды является соучаствующее проектирование общественных пространств. Другие ступени гражданского участия, партнерства, делегирования полномочий не осуществляются в полной мере, что позволяет сделать вывод об имитации деятельности. Смысл соучаствующего проектирования заключается не только в создании востребованных общественных пространств, но и в консолидации общества, минимизации конфликтов между стейкхолдерами, выстраивании единой городской идентичности. И сейчас важно привлечь к практикам соучаствующие в проектировании специалистов, городских антропологов, чтобы эти практики не превратились в рутинную заформализованную деятельность. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Елена Олеговна. Доклад на весьма актуальную тему. Уважаемые участники сессии, какие у вас есть вопросы, поднимайте руки и включайтесь. Мне кажется, вопросы тут должны появиться. Нет пока вопросов. Анна Вениминовна, вы... Да, да, я хотела вопрос задать, как раз, да, не успела поднять руку. Очень интересная тема, действительно, гражданское участие, обеспечивать, чтобы жители принимали участие в чем-то. И, ну, примерно сходными вещами мы занимались, тоже эту лестницу Эрштейн использовали. Ну, и поэтому у меня вопрос один по методике. Сколько кейсов было рассмотрено, и при помощи каких инструментов вы их рассматривали? Да, но я бы, может, более общий вопрос тоже задал, у меня он был. Несколько слов скажите о методике методологии исследования, потому что явно были там социологические исследования в Вологде, в Санкт-Петербурге, какие-то общероссийские вы использовали. Расскажите вам о методологии исследования, пожалуйста. Да, я хочу сказать, что поскольку сейчас у меня на первом этапе была задача, как бы увидеть общую картину. Можно сейчас закрыть доступ. Поэтому я использовала очень много данных. Во-первых, смотрели публикации в интернете самые различные по тематике городского развития и брали, было рассмотрено порядка 30 кейсов. Они все сюда не входят. И кейсы как раз мы делили по признакам. Есть конфликт интересов, нет конфликта интересов. И кто является инициатором практики. То ли это отдельные жители, как на примере работы на придомовой территории с каким-то озеленением точечным. Или ремонт подъезда в Москве мы рассматривали. Два случая брали полностью. Или же какие-то отдельные уже движения. Томсуэрфест мы рассматривали все их кейсы. Смотрели, как происходит развитие этого движения. И по большей части получалось, что Томсуэрфест идет у нас без конфликта интересов. И также мы выбирали, вторая группа очень большая была кейсов, где был представлен конфликт интересов. Это в Екатеринбурге, в Нижнем Новгороде, в Московской области, в Москве. Чаще всего это, конечно, в Санкт-Петербурге против уплотнительной застройки, против вырубки скверов. Елена Ильинина, у нас, к сожалению, тоже на ответ на вопросы немного времени. Ваш ответ понятен в части кейсов. Но вот участники напоминают все-таки вопрос именно конкретно оба социологических опросах. Где, кого, какая выборка, сколько вопросов и так далее. Просто очень коротко, если можно. Социологические опросы. Мы брали данные, которые размещены в интернете, которые общероссийские, доступные информационные. По Вологодской области мы проводили сами социологический опрос в форме анкетирования. 1900 участников, 1900 анкет. Мы брали только города, Вологда, Череповец и районные центры. Ну, квотная выборка. Так, да, ну и... Спасибо, Анастасия. Да, хорошо. Да, есть, еще есть ли вопросы? Буквально еще есть время на один вопрос, хочу задать тогда сам. Вы говорите о... Прозвучала мысль, что в рамках институционализации сверху власти, ну, как бы, встраивают в свой вертикаль неких активистов, которые уже существовали на этой территории. Если я правильно понял, да? То есть, правильно я понимаю, что речь идет, что это те же самые объединения граждан, которые могли сформироваться в рамках процессов снизу вверх. Или речь идет о чем-то другом? И как вообще во всей этой системе, какова была роль, скажем, органов территориального общественного самоуправления, иных некоммерческих организаций, действующих на территории местных сообществ? Спасибо. Спасибо. К сожалению, пока некоммерческие организации мы не рассматривали отдельно, это вот на дальнейшем поставим такую себе задачу. А так, да, мы смотрели группы, которые создавались вроде бы как они инициативные снизу, достаточно профессиональные. В том же Нижнем Новгороде, Башкортостане, вот эта проектная группа 8 в Вологде, у нас тоже группа была как общественников, но после того, как выходят стандарты, которые предполагают, что граждане должны активно вовлекаться, у нас получается, что власть идет на контакт с этими группами и уже делегирует им задачи вовлекать граждан в соучаствующее проектирование. Спасибо, спасибо, Ирина Олеговна. К сожалению, мы должны двигаться дальше, потому что, к сожалению, потому что есть еще вопросы по публикациям, по вашим контактам. Вы можете оставить необходимую информацию в чате, чтобы не тратить на это время, а потом уже напрямую списаться с коллегами, которые занимаются схожими темами. А мы теперь переходим, у нас будет следующие два выступления, выступления посвящены анализу процессов, которые происходят в городах за пределами России, за рубежом, с тем, чтобы потом как-то сравнить и прорефлектировать относительно схожести и различия этих процессов. И первым из докладчиков я предоставляю слово Ивану Николаевичуалову, который будет говорить о структуре расселения афроамериканцев в крупных городах и агломерациях, в Соединенных Штатах. Спасибо большое, Александр Сергеевич. Добрый день, коллеги. Я надеюсь, что меня слышно и что презентацию видно, потому что... Вы ее разверните только во весь экран. Да, моя презентация посвящена США и конкретно проблеме афроамериканцев, их расселения и социально-экономическому неравенству, которое с этим связано. Для начала коротко о том, что такое Средний Запад, потому что это широко употребимое в американистике и в самих Соединенных Штатах понятие, но конкретно его границы могут различаться в зависимости от подхода. Что-то вроде Южной Сибири в России. Все более-менее представляют, что есть центр Южной Сибири, какие регионы туда входят, но подробную делимитацию нужно проводить, наверное, отдельным исследованием. И для США такое исследование было выполнено наиболее глубоко. Леонидом Викторовичем Смирнягином, выдающимся отечественным американистом, который выделял Средний Запад в качестве одного из четырех макро-регионов США наряду с Северо-Востоком, Югом и Западом. Соответственно, его границы вот на схеме справа отображены, а слева это более упрощенная версия Бюро переписи США, то есть статистические данные, если как-то маркируются как Средний Запад, они собираются вот по этой совокупности штатов. Леонид Викторович проводил границы по графствам, то есть по следующему уровню АТД, и поэтому они получили значительно более точные. Как афроамериканцы связаны с этим регионом? Изначально вообще эта расовая группа возникла на американском юге, она не возникла, а была туда завезена белыми рабовладельцами, и долгое время оставалась зафиксированной в пространстве ввиду своего невольничьего статуса. И после отмены рабства в 1865 году постепенно они начали расселяться по ближайшим к американскому югу регионам, в первую очередь по городам, но массовая миграция на Средний Запад началась только в первой половине 20 века, она была связана с быстрой индустриализацией, с развитием, в первую очередь, металлургии и автомобилестроения. И одним из крупнейших центров великой афроамериканской миграции, это термин, использующийся в американской исторической науке, стали Чикаго, Детройт, Климленд, Милоки и Индианаполис. Это пять городов, которые будут рассмотрены в нашем исследовании с помощью количественного анализа. В период первых двух, ну и, собственно, двух великих миграций афроамериканцы в основном селились поближе к рабочим местам. Рабочие места в основном были в промышленности либо в сфере обслуживания, это были низкоплачиваемые рабочие места, и до каких-то серьезных менеджерских позиций по понятным дискриминативным причинам они не допускались. Была высокая степень изоляции от белого населения, и поэтому районы компактного расселения афроамериканцев быстро становились гетто. В гетто не действовали формальные институты государства, либо действовали очень плохо. Полиция, например, зачастую просто не обслуживала такие районы, в том числе потому, что там была низкая собираемость налогов по причине бедности населения. Поэтому в этих гетто появились параллельные неформальные институты, которые замещали государственные. И за счет этого гетто, несмотря на бедность, несмотря на социально-экономическое отставание, довольно бурно развивались в культурном плане, в институциональном плане, но практически как параллельный мир. После начала деиндустриализации, которая, по идее, должна была смениться на постиндустриализацию, но в ряде городов Среднего Запада этого не произошло, например, в Детройте, эти города составили основу так называемого ржавого пояса, то есть эта промышленность заржавела, и вместе с общей деградацией города деградировали сами гетто. Они превратились в так называемые гипергетто, это теория франко-американского социолога Лойка Вакана, который называет гипергетто, расползавшиеся в пространстве гетто и лишившиеся вот этой вот сильной институциональной основы. Ситуация была усугублена так называемым бегством белых, когда белое население массово стало переезжать в пригороды. Афроамериканцы такой возможности не имели либо по причине дискриминации, либо по причине социально-экономического отставания от среднего уровня. И поэтому они оказались еще более сегрегированными, еще более изолированными в центральных районах тех самых гипергетто. Исследования 2010-х годов показывают, что города Среднего Запада остаются наиболее сегрегированными в США, даже более сегрегированными, чем южные, где существовала реальная легитимная, оформленная в законах сегрегация. Но, тем не менее, в последние 10-20 лет ситуация становится значительно лучше, то есть количественные метрики показывают, что сегрегация снижается. Соответственно, в нашем исследовании мы проверим, так ли это, снижается ли межрасовое неравенство, и как устроена пространственная структура расселения афроамериканцев в средне-западных городах. Два основных методических подхода, которые использовались в нашем исследовании, это анализ пространственной корреляции, которая помогает выделить ареалы концентрации афроамериканцев. И второе – это оценка социально-экономического статуса как метрики, показывающие положение района в расовой иерархии. То есть если район преимущественно афроамериканский, мы как бы уравниваем его с местным афроамериканским сообществом и сравним со средним уровнем по городской агломерации. Принято считать, что существует расовая иерархизация американского общества, афроамериканцы традиционно находятся на самом низком уровне, у них самый низкий социально-экономический статус по причинам, мной уже упомянутым. Не буду подробно останавливаться на индексах, это можно будет обсудить в вопросах, только объясню, что анализ пространственной корреляции подразумевает изучение не только какой-то одной ячейки. В случае данного исследования это переписной участок, то есть небольшая территория, на которой живет одна-две тысячи человек, но и соседних ячеек, что позволяет нам выделить не какие-то точечные объекты, никак не связанные с общегородским контекстом, но целые кластеры таких объектов. Существует специальный индекс для оценки социально-экономического статуса. Интересно, что он разрабатывался именно для Детройта, который мы в том числе изучим. Он оценивает статус по девяти показателям, которые затрагивают образование. Доходы, стоимость недвижимости, уровень бедности, безработицу и автомобилизацию домохозяйства. Таким образом, мы выделяем пространственные структуры расселения афроамериканцев, которые состоят из трех категорий элементов. Это структурные варианты, то есть те элементы, которые были на момент начала наших расчетов и на момент конца, то есть в 2000 и в 2018 году, отпавшие элементы, которые были в 2000, но отсутствуют в структуре в 2018, и наоборот новые элементы, которых не было в 2000, но есть в 2018. И, соответственно, по этим трем типам элементов рассчитывался вышеупомянутый индекс для социально-экономического статуса. Теперь к конкретным результатам. Слева, собственно, дана структура. Темно-синим цветом показаны инварианты, более светло-синим показаны новые элементы и серым отпавшие элементы, а справа по тем же самым элементам оценен социально-экономический статус. Красный – это высокий, синий – это низкий. И оттенки соответствуют инвариантам и новым элементам. Инварианты более темные, новые элементы более светлые. В Чикаго мы видим то, что структура одновременно и разрастается, и сужается, сжимается. При этом сжатие происходит в центральном городе. Вот здесь как раз находится центр, собственно, Чикаго. При этом разрастается в основном в пригородах, что свидетельствует о том, что структура как бы переползает в пригороды. И при этом мы можем видеть, что в основном рост достигается вот за счет вот этого такого сине-зеленого цвета. Это новые элементы с низким социально-экономическим статусом. То есть в основном рост структуры расселения афроамериканцев в Чикаго достигается за счет неблагополучных районов в пригородах. При этом Чикаго явно стремится соединиться с другим крупным инвариантом. В штате Индиана – это город Гэри, один из самых деградировавших в ходе деиндустриализации американских городов. В агломерации Детройта ситуация несколько иная. Здесь существовала полицентрическая система структуры расселения афроамериканцев. И при этом сам Детройт, центральный город, практически целиком входит в эту структуру. То есть практически весь Детройт – это и есть ареал концентрации афроамериканцев. Это связано с сильнейшим бегом белых, процессом, о котором мы тоже уже говорили. Здесь наблюдается планомерный, разнонаправленный рост в пригороды. При этом отпадения элементов, как в Чикаго, практически не наблюдается. И мы видим, что помимо прироста за счет неблагополучных элементов, разрастается также и инвариант благополучия. То есть в Детройте происходит поляризация афроамериканского населения в пригородах, что отличает эту афроамерацию от Чикагской. А в Кливленде процесс схож на Детройтске. Здесь также инвариант разрастается в той же логике, в какой он развивался и до этого, в двух направлениях – вдоль озера и на юго-восток. И при этом мы видим, что здесь также наблюдается поляризация в основном в пригородах. В центральном городе есть элементы отпадения, но они менее развиты, чем, например, в Чикаго. Поэтому можно сказать, что здесь тоже происходит некая сортировка афроамериканского населения по уровню дохода в пригородах. Но все-таки имеет место и классическая субурбанизация, какая была у белого населения, то есть когда афроамериканцы переезжают с центрального города в пригород, и за счет этого у них повышается социально-экономический статус. И в Милуоке мы видим, что процесс роста, опять же, схож с Детройтом и Кливлендом, но в гораздо меньших масштабах, структура очень слабо выходит за пределы центрального города, и эта структура в целом гораздо ближе к тому, что наблюдалось в 80-е и 90-е годы, когда было активным бегство белых, и афроамериканцы оставались сильно сконцентрированными в центральном городе. Здесь также есть элемент поляризации в новых элементах, но все-таки преобладают неблагополучные районы. То есть это скорее некий переходный вариант между Детройтом и Кливлендом с одной стороны и Чикаго с другой. И последний город – это Индианаполис. Так же, как и в Милуоке, структура здесь довольно примитивная, простая. У нее есть один крупный вариант в центральном городе агломерации, и он постепенно растет внутри этого самого центрального города, что может свидетельствовать о продолжающемся бегстве белых, или, по крайней мере, о том, что в центральном городе они замещаются афроамериканским населением, и здесь также преобладают элементы с пониженным социально-экономическим статусом. Но есть и явно обособленные от них элементы с повышенным социально-экономическим статусом, поэтому поляризация здесь происходит не только по социально-экономическим показателям, но и в пространстве. Подытоживая наше исследование, три основных вывода, общие для всех пяти кейсов, что по-прежнему афроамериканцы на Среднем Западе живут в преимущественно территориях с пониженным социально-экономическим статусом, при этом их освоение пространства агломерации в основном сопровождается размножением элементов с пониженным социально-экономическим статусом. И несмотря на то, что сегрегация в целом становится ниже, о чем свидетельствуют другие исследования, в данном случае мы не измеряли агломерацию, тем не менее возможности для субурбанизации, для переселения из гипергета в центральном городе в более благополучный район явно по-прежнему ограничены, потому что многие афроамериканцы заселяют такие же неблагополучные районы, но просто в приготах. И в этой связи можно сказать, что субурбанизация афроамериканцев, процесс, который многими исследователями в США уже давно обсуждается, существует ли она, ее можно назвать ложной субурбанизацией, потому что классическая субурбанизация в США – это все-таки переезд в благополучные пригороды, а, как мы видели, это не самый распространенный случай. Хотя такие ситуации наблюдаются, но в основном в городах, где средний уровень и так крайне низок, как, например, в Детройте. На этом у меня все. Благодарю за внимание. Да, спасибо, спасибо, Иван Николаевич. Какие будут вопросы? Так, коллеги, есть ли вопросы? Ну, пока участники думают. Иван Николаевич, прошу все-таки еще раз сказать, объяснить, что вы называете инвариантом. Это первый вопрос. И второй сразу, касательно выводов, все-таки, как, какие-то есть, может быть, депозии, как может сочетаться снижение общего уровня сегрегации, о котором вы говорите, с теми процессами увеличения структурных элементов, связанных с сегрегацией, которые вы фиксируете в своем исследовании. Спасибо большое за вопрос. Структурный вариант – это условное предлагаемое обозначение для тех территорий, которые в данном исследовании были в пределах структуры расселения афроамериканцев и в 2000 году, и в 2018. То есть все вот эти расчеты проводились на две даты, и это как бы отражает два среза. То есть часть элементов отпала, часть элементов появилась впервые, а вот те, которые были и остаются, мы назвали инвариантом. Соответственно, здесь они обозначены темно-синим цветом. Что касается связи с сегрегацией, то существует важный нюанс, который заключается в том, что раньше сегрегацию традиционно измеряли между белым большинством и афроамериканским меньшинством. По крайней мере, на Среднем Западе так. Это были дихотомические расовые составы населения. Теперь же все выше и выше становится доля латиноамериканцев и иммигрантов из азиатских стран. И в этой связи сегрегацию больше нет смысла оценивать между белыми и афроамериканцами, потому что во многих районах белых вообще в принципе нет, там есть только другие расовые группы. Соответственно, когда такой большой массовый приток мигрантов, среди них безусловно высока доля небогатых и невысококвалифицированных потенциальных работников, и у них уже не образуется таких же сегрегационных паттернов, как у афроамериканцев. Поэтому как бы количество путей, по которым афроамериканцы расселяются, увеличивается, потому что исчезают те белые преуспевающие люди, которые могли как-то оградиться, грубо говоря. Но при этом им остается доступна все равно худшая часть городских агломераций. Понятно, понятно. Есть ли еще вопросы? Да, пожалуйста, Михайлов Александров, включайтесь, пожалуйста. Добрый день, меня ведь слышно, да? Да, вас слышно. Иван, спасибо большое за доклад. Такой маленький вопрос. Вот если рассмотреть кейсы тех городов и городских агломераций, где наблюдается, ну, как бы, если так можно сказать, настоящая субурбанизация, когда мы говорим об афроамериканском населении. То есть, что там какая-то часть людей находит силы выбраться из гетто, из гипергетто, и, собственно, переехать в более благополучные районы. Собственно, мой вопрос про эти кейсы такой. А, соответственно, когда эти люди уезжают, их место, оно кем-то замещается? Или там так и сохраняются вот афроамериканские гипергетто? Или там они замещаются с какими-то другими расовыми и этническими группами? Не знаете, как оно происходит? Спасибо большое за вопрос. Я скажу так. В случае Детройта зачастую, ну, вообще этот город известен всем как пример в принципе запустения. То есть, если кто-то откуда-то там уезжает, как правило, районы просто становятся заброшенными, и плотность населения снижается. Но это такой, скорее, вопиющий, уникальный случай. Более типичный случай, наверное, в Кливленде, где действительно часть афроамериканцев покидают те самые пресловутые гипергетто, но в них все равно остается значительная часть неблагополучного населения. И вот как раз Лой Квакан, теоретик гипергетто, про это много писал, что если раньше поляризация была сугубо межрасовым явлением, то начиная вот примерно с 80-х годов началась внутри афроамериканской поляризации. То есть происходит сортировка. Те, у кого есть возможности, стремятся как можно скорее покинуть гипергетто. А те, кто там остаются, это наименее благополучные слои населения. И в этом смысле пространственная мобильность сама становится атрибутом благополучия среди афроамериканского населения. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Вопросов не вижу. И тогда мы переходим к следующему докладу. Я хочу предоставить слово Дарье Павловне Шатило, которая продолжит тему миграции в зарубежных городах. Пожалуйста, Дарья Павловна. Добрый день. Здравствуйте. Меня слышно? Да, Пара. Благодарю участников и организаторов за прекрасные возможности. И рада поделиться своими результатами исследования. Значит, тема особенностей миграции в европейской столице этносоциально-пространственный анализ. Динференциация городского пространства показывает, как расселение мигрантов влияет на город, городские структуры и территориальные структуры в исследуемых городах. Цель исследования вставления... Не видна по слушателям. Не видна? Так. А вот если так? Видна? Ну, мне, по крайней мере, не видна. Коллеги, вам видно? У вас не запущена презентация, Дарья Павловна. Так, а вроде запускали, прошу прощения. Сейчас. А сейчас видно? Вот сейчас видно? У вас запустилась, это я для вас запустила, но вы можете ее листать сами. Хорошо, благодарю. Спасибо. Так, спасибо. Итак, продолжу. Прошу прощения за заминку. Цель исследования сравнения социальной дифференциации на примере расслоения мигрантов и выявления особенностей их территориальной структуры. Центры притяжения мигрантов я лично, ну, мой субъективный такой взгляд, я разделила на старый Лондон, Париж, как столицы крупных колониальных империй и новые, естественно, в кавычках, которые иммиграционные процессы по определенным причинам начались позднее. Это Мадрид, Рим, Берлин и отчасти Москва. Выбор городов основывается на сочетании заметной иммиграционной специфики и сложности ее же. И некой многогранности сочетания миграционно-этнического разнообразия и социальной структуры. Для исследования выбраны столицы европейских государств, которые также считаются глобальными. Лондон, Париж, Мадрид, Берлин, Рим и Москва. Дефицит крупных порайонных данных о численности и составе других социальных и экономическим показателям иммигрантов составляет большую методологическую сложность исследования, потому что мне важно именно районные. Нет, еще пока рано. В сравнении с европейскими городами Москва сильно уступает по наличию доступной статистики. Однако и по другим городам схожих материалов мало. Здесь и начинается поиск взаимосвязей, корреляции, зависимостью между социальной дифференциацией и расселением иммигрантов. Статистический значимый коэффициент корреляции цен на жилую недвижимость и доля иммигрантов отмечен в Москве, где они сосредоточены в основном в периферийных районах. Там жилье в целом втрое дешевле, чем в центр. В пригородах Мадриды мигрантов мало, они селятся в центре, где немало старого и ветхого жилья. Латиноамериканское домашнее обслуживание живет также в семьях работодателей. Однако многие этнические группы во всех городах расселены неравномерно в силу социальных факторов образования, занятий, уровнем дохода. На примере Лондона видно, что этничность играет тем большую роль, чем ниже социальное положение иммигрантов. Их долгая история обусловлена как наличие гетто, в кавычках, естественно, потому что официально непризнанно, где преобладают мигранты-бедняки, так и переезд в более богатые районы некоторых групп с высоким статусом своим бизнесом. Для города с длительной историей укоренения иммигрантов в местах с дешевым жильем это признак неблагополучия, а с дорогим признак успеха и интеграции в принимающее общество. В Париже, в целом, как и в Лондоне, выходцы из бедных стран селятся в зону дешевого жилья, низких доходов и непрестижных занятий. И, по сути, это и есть анклавы с признаками теми самыми гетто, которые очень длительное время, вплоть до 2014 года, в стране долго отрицали. Но есть зоны дешевого социального жилья, где приезжих мало. Главные результаты исследования таковы. Мадрид и Рим объединяют сравнительно новый рост числа иммигрантов за последние 30 лет. В Берлине ситуация осложняется его длительной историей разделения города на Западный Берлин и Восточный Берлин, что даже спустя 30 лет после объединения Германии сказывается на социальном расслоении внутри города. Мадрид и Рим начиная с 90-х годов лидировали по иммиграционному приросту. Однако на приток иммигрантов в Мадрид повлияли геополитические события. Так что, начиная с 2008 года наблюдается спад иммиграционного прироста. С 2016 года приток иммигрантов в Мадрид вновь потихонечку растет. Этносоциальный состав иммигрантов в Риме гораздо сложнее по сравнению с Миланом. А в Москве из-за недостатка статистики сложно говорить об особенностях расселения иммигрантов. В Москве пока нет, по мнению некоторых экспертов, этнических гетто, так как миграционная история не такая длительная. самая общая черта нарастания числа и доли иммигрантов, а также тот факт, что рост этой доли до примерно 15-25% сам становится фактором социального расслоения имущественного, образовательного, этнического и так далее. В то же время иммиграция везде, в каждом городе и в каждой стране специфично, гетерогенно, разнородно. Различия между группами иммигрантов во многом определяет уровень их обоставления или интеграции в социальный организм города. И главный вывод, что в европейских столицах именно сама история, сама миграция становится фактором внутригородского расслоения. Численность, состав иммигрантов, масштаб иммиграции влияют на расселение мигрантов внутри города. Видимо, есть некий индивидуальный для каждого города порог числа иммигрантов, при котором общество, принимающее, способно принять, переварить новых приезжих, новых граждан. Все. Благодарю за внимание. Да, спасибо, Дарья Павловна. Какие есть вопросы у участников в сессии? Можно задать вопрос? Да, конечно. Спасибо большое за доклад. У меня такой вопрос. Вот если мы рассматриваем иммигрантов из неевропейских стран, в европейских столицах, наблюдается ли среди них социально-экономическая стратификация или даже поляризация, как вот внутри афроамериканского сообщества, или пока все-таки это плюс-минус гомогенная группа людей? Спасибо. Конечно, наблюдается, потому что для каждой группы приезжих, для каждой из любых стран характерно свое проживание. Например, очень четко видно в Берлине, значит, прям реально группы, видно западный и восточный Берлин именно по группам приезжих, что из западных стран, в том числе США, например, или, например, вьетнамцы концентрируются, ну как, из соцлагеря, из стран соцлагеря концентрируются в большей части на востоке. Например, из Турции тоже, но как ни странно, нет, как раз объяснимо, они селятся больше в центре вот Берлине, возле зон, где была стена, очень хорошо видно, где они, что они в центре занимали исторически более дешевые вот эти районы близко к стене, да, например, в Лондоне эмигранты не из Европы как раз селятся, вот у них видно дуализм групп, то есть кто-то приехал, например, пораньше, и они селятся, прошли какой-то, видимо, какие-то этапы по своему росту и в том числе экономическому и могут позволить, например, переехать в более дорогой район. А есть еще большие группы выходцев из Бангладеша, из Индии, Пакистана, которые селятся в зонах дешевого жилья. Ну и у них же есть вот прям видно, ну у меня нет вот на слайдах, но в исследовании было прям, где они селятся, вот видно некую корреляцию между тем, что они вот в дорогих или более дешевых районах. Вот. Ну в Мадриде тоже, конечно, если рассматривать более детально по этим группам, то да. Ну и совершенно яркий пример это Париж, где прям видно вот в коммунах, которые расположены на севере, да, в Сен-Асен-Дени, где селятся выходцы из арабских стран. Я думаю, что все. Если уточнения какие-то будут, то... Спасибо. Есть ли еще вопросы? Пока нет. Дай, Павловна, а можно спросить, все-таки попросить еще раз коротко описать методологию вашего исследования? в частности, все-таки Москва входит в число городов, в которых сравнительно анализ ситуации, в которых вы проходили, или не входит? Потому что вы там с одной стороны сказали, что по мнению некоторых исследователей этнических изолированных районов в Москве нет, но дальше вы по остальным городам говорите по районам концентрации мигрантов, не обязательно этнических. Вот эту тему вы смотрели по Москве или это не входило в круг ваших исследователей? Потому что данные по доле мигрантов приезжают из других регионов и стран в Москве в принципе они существуют. Значит, Москва очень интересный такой и довольно сложный город. Поскольку я все-таки из России хотела сравнивать не только европейские столицы, но и как-то притянуть Москву к этому всему делу прекрасному. Но основывается исследование именно на данных по районам или даже кварталов, особенно в европейских городах, где концентрируются мигранты. Также я собрала вручную с 2009 года огромную базу данных по жилью, которую я расценила как базу данных типичного жилья, трехкомнатные квартиры. Значит, по Москве естественно такую базу вручную можно было собрать. Там есть разные оговорки, но она легко собираем. Что касается иммигрантов, почему это сложно. Дело в том, что многие эксперты не очень доверяют этой статистике, потому что у нас 128 тысяч иностранцев в 2010 году по переписи населения. Для Москвы, где 12 миллионов, это несерьезно. Очень большие есть претензии к этой статистике. И это именно лица, указавшие иностранное гражданство по переписи. И в целом, поскольку у меня исследование такое качественно количественное, я все-таки опиралась в большей степени на уже такие проведенные исследования, например, Ольга Ивановна Вендина по данным ЗАГСа исследовала иммигрантов в Москве. Сейчас, к сожалению, ЗАГС такой статистики не выдает. Но она даже в статье, которая вышла в 2019 году по Москве в известиях по-моему, она тоже опирается на данные этой же переписи, которая в 2010 году. А вот перепись, которая должна была быть проведена в 2020 она вновь перенесена из-за коронавируса. Так что по-моему, как-то не знаю, Москва очень сложная в этом плане. Я пыталась ее вытянуть в том числе по именно дифференциации цен на жилье, нежели по мегрантам. А качественные выводы основаны на уже исследуемых каких-то работ, вот если смотреть какую-то корреляцию между жильем и Балтами. Так что вот так получается. Спасибо, спасибо за ваш ответ. Есть ли еще вопросы? Вопросов нет, тогда двигаемся дальше. Последний доклад в рамках сегодняшней сессии. Культурно-географическое исследование муниципального района Басманной города Москвы представлен группой авторов. Кто будет представлять тогда прошу вам слово. Добрый день. Должно быть сейчас видно слайды, верно? Да, их видно, но если вы в полный размер развернете, будет лучше. Да, сейчас одну секунду. Немножечко технически это сложно. Буквально секунду. Сейчас, одну секунду, я постараюсь заново запустить демонстрацию. сейчас должно быть видно уже полный размер, верно? Добрый день, уважаемые коллеги. Мы сегодня вам представим результаты нашего культурно-географического исследования Басманного района города Москвы. И я передаю слово Катерине, которая кратко познакомит вас с теоретической рамки нашей работы. Спасибо, Александр. В общем, изначально мы говорим про релевантность нашего исследования. центральные районы крупных городов насыщены символическим капиталом, в том числе и Москвы тоже, что является хорошим фактором для осуществления брендинга этих территорий. Но в то же время культурные ландшафты очень важны и с ними трудно работать и изучать. Но чтобы это преодолеть, мы будем использовать концепцию племсеста. Можно следующий свайт, наверное. И говоря мы будем опираться на праздигму англосаксонской школы новой культурной географии, такие как, например, вышеупомянутый концепт племсеста, а также концепт третьего места, фенологию городской географии, мифогеографию и так далее. Все перечислено на свайте. Таким образом, наше исследование посвящено комплексному культурно-географическому изучению идентичности сформировавшихся в Османном районе, как смысловом, так и пространственном выражении. Предаю слово дальше Денису. Коллеги, еще раз здравствуйте. Коллеги. Да, хорошо слышно. Все, спасибо. Ну, соответственно, мы теперь перечислим те основные идентичности и основания для некого квалического наполнения этого района, которые нам удалось обнаружить. С одной стороны, это естественная центральность района. Центральность происходит не только из самого по себе географического положения. Как мы знаем, часть Басманного района находится за пределами Садового кольца, в таком классическом центре уже не находится. А значительно эта центральность исходит из разнообразия района, разнообразия в первую очередь его населения. Респонденты отмечают, что это не просто какие-то очень богатые буржуазные такие люди. Нет. В Басманном районе можно найти совершенно разнообразную публику, такую абсолютно гетерогенную, и это как раз позволяет нам говорить о том, что это район центральный. Можно следующий слайд? Да, еще одно важное основание для идентичности жителей это историчность района. Но, опять же, интересен нам здесь этот концепт, потому что историчность здесь проявляется не только как некоторая такая визуальная среда, что мы иногда видим какие-то красивые старые здания. Опять же, нет. Эта историчность очень сильно укоренена в повседневной практике жителей, потому что люди постоянно взаимодействуют с исторической средой. Они живут в таких старинных домах, они ходят в заведения, которые в таких домах расположены. И, соответственно, подобный контакт постоянный и при этом контакт разноплановый с исторической средой, с архитектурным каким-то наследием, он просто укоренен в повседневной практике жителей. Можно следующий слайд? Да, еще одна часть идентичности это такой некоторый феномен с одной стороны Басманного района как района креативного и с другой стороны как района развлекательного. Если мы возьмем вторую часть, то бишь развлекательный район, мы отмечаем, что район не только располагает большим количеством самых разнообразных точек интереса и заведений, начиная от какого-то классического культурного отдыха в музеях, заканчивая барами, ресторанами. И вся данная инфраструктура, она работает, разумеется, не только для непосредственно жителей. Она привлекает огромное количество жителей из других районов, туристов. Зачастую бывает такое, что это становится поводом для конфликта, становится поводом для раздражения местных жителей, но тем не менее тот сам факт, что этот район, он развлекательный, он привлекающий большое количество людей, этот факт мы отрицать не можем. И в том числе здесь есть такие острова креативных индустрий на станции Курской, это бензавод, артплей, арма, но в структуре креативности в том числе существует еще одно такое ответвление на следующем слайде. Респонденты также отмечают Басманы как район студенческий. И вот здесь что можно сказать? Соответственно, в Басманном районе два таких наиболее крупных университета, это Высшая школа экономики и Бауманский университет. И несмотря на то, что здания этих университетов естественно занимают не такую большую часть всего огромного района, тем не менее само количество студентов, то просто число студентов, которые ежедневно район посещают, оно дает право говорить о том, что этот район в том числе студенческий, потому что студенты являются пользователями не только своих зданий университетов, но и всей окружающей инфраструктуры, начиная от каких-то общественных пространств, заканчивая самыми разнообразными заведениями. И можно следующий слайд. ну и также как такое разительное отличие, что мы можем предположить этого района, это его некая политизированная активистская гражданская среда. Соответственно в Басманном районе очень большое количество таких групп по интересам различных комьюнити, которые в том числе занимаются разнообразной активистской деятельностью, и как предполагают наши респонденты, это связано как раз с центральностью района и с тем, что очень большое количество людей с самыми разнообразными потребностями, с самыми разнообразными повседневными практиками предполагает, что люди будут объединяться на основании как раз их практик, на основании их потребностей. Соответственно в Басманном районе действительно мы видим, что существует такая интенция к объединению и интенция к защите своих прав, к защите разнообразных архитектурных каких-то объектов и в целом образованию каких-то групп активистов. Можно следующий. Да, и на основе вот этих больших концептов и меньших таких оснований для идентичности жителей района мы строим такой соответственно наш полимпсест Басманного района. Вот вы можете его в целом увидеть его я не думаю что как-то продолжительно надо описывать но мы можем сказать о том что да, существует большое количество таких оснований и они очень плотно между собой пересекаются. спасибо Денис и сейчас вот мы на слайде можем видеть структуру полимпсеста в его некотором смысловом плане а я сейчас еще чуть подробнее дальше расскажу про то что этот полимпсест имеет не только смысловое но и пространственное выражение поскольку Басманный район в силу особенности своего устройства пространственно также очень неоднороден и те самые идентичности о которых коллеги сейчас рассказывали они тоже достаточно неравномерно распределены по его территории в частности в Басманный район можно подразделить на две таких больших части которые очень условно можно характеризовать ну мы очень условно здесь называем юго-западный и северо-восточный это две части эти две части принципиально различаются по характеру своего вернокулярного устройства и сейчас я чуть-чуть подробнее постараюсь про них рассказать один из ключевых критериев по которому они различаются это собственно распространение идентичности с Басманным районом если мы посмотрим подробнее на эту картосхему то здесь как раз с оттенками сплошного желтого цвета выделены те ареалы которые жители которых по результатам наших интервью как бы наиболее часто отождествляют с Басманным районом и мы можем вполне видеть что есть достаточно четкая граница проходящая по Садовому кольцу а также следующему в данном месте параллельно к ему линии Курской железной дороги которая очень хорошо как раз отделяет близкую к центру города Москвы юго-западную часть района от северо-восточной части района которая от него удалена в несколько большей степени и мы можем хорошо заметить что как раз таки северо-восточная часть района себя в наибольшей степени идентифицирует как часть именно Басманного района Москвы здесь есть также еще некоторые интересные аспекты поскольку границы района достаточно сложны многие наши информанты не представляют того как они устроены в частности ряд информантов например те же самые креативные кластеры очень хорошо о них знает но тем не менее не отождествляет их с Басманным районом и также есть например территории за рекой Яузой которые тоже формально относятся к Басманному району однако жителями большей части остального района они часто не рекрезентируются как территории которая к Басманному району относится и так чуть подробнее остановимся на характере того как собственно распределены как устроены идентичности в двух этих частях Басманного района про которые я только что упомянул юго-западная часть для нее мы выделили такой феномен который как бы можно назвать символическим перенасыщением пространства она настолько я напомню это фактически самый центр Москвы и она настолько богата различным смысловым и символическим и историко-культурным потенциалом что в данном случае достаточно ну скажем так было достаточно сложно сформироваться неким площадным ареалом идентичности здесь наиболее известный такой ареал это Ивановская горка и то Ивановская горка достаточно размыта преобладает в основном преобладают если мы будем говорить о каких-то локальных фернакулярах преобладают в основном какие-то точечные знаковые места то есть станции метро или какие-то линейные объекты приуроченные к ключевым улицам как Моросейка Покровка Чистопрудный Бульвар и некоторые другие эта часть территории как я уже сказал не идентифицирует себя как правило как часть Басманного района поскольку считает себя частью какого-то более масштабного смыслового пространства условно называемого центром Москвы и вот эта центральная идентичность она как правило замещает собой Басманную идентичность более того многие жители этой территории по результатам нашей интервью оказалось что в принципе не представляют как выглядят административные границы Басманов района в северо-восточной то есть такой более Басманной части назовем это так есть северо-восточной части района специфика несколько другая там есть свой собственный локальный центр сложившийся вокруг станции метро Бауманская как раз находящийся примерно в центре вот этой вот закрашенной желтым зоны на карте там есть более четкое представление о площадных вернакулярах таких как в первую очередь это исторические слободы которые существовали на территории Басманного района если вернуться на пару слайдов назад они здесь например две ключевых слободы Басманная и немецкая здесь выделены бледно-желтым цветом и они как раз тоже видно что достаточно близки к географическому центру вот этой северо-восточной части района здесь также есть хотя и многие другие важные вернакуляры которые тем не менее в меньшей степени рефлексируются информантами такие как например Срамятническая слобода или Буденовский поселок на северо-востоке района есть большое количество уникальных объектов которые также репрезентируются местными жителями в частности это расположение корпусов университетов это важные религиозные объекты такой как один из важнейших в Москве православный Елоховский собор это отдельное публичное пространство улицы уже наоборот имеют сниженное значение здесь наверное включением является только лишь улица Ладожская которая выделила часть информантов поскольку Ладожская как раз тоже стала таким центром сосредоточения различной активной экономической активности и поэтому ну как бы стала такой прогулочной улицей поэтому она и репрезентируется больше как улица есть и также я уже упомянул про особый вернукулярный ареал сложившийся вокруг креативного кластера при арт-плей заводе и так попробуем обобщить сказанное нами ранее и соответственно подвести некоторые ключевые выводы во-первых полемсиаз басманного района действительно представляет собой большое количество взаимосвязанных и причем очень сильно и очень сложным образом взаимосвязанных друг с другом идентичностей а также различных других символических и репрезентационных компонентов они очень сильно друг с другом пересекаются наслаиваются друг на друга и формируют такое очень-очень сложное и очень-очень красивое единство ключевые из компонентов ранее уже перечислил ключевые из компонентов идентичности которые соответственно лежат в основе полемсиаза уже Денис ранее перечислил я могу еще раз только отметить что это как правило историчность центральность разнообразие креативность и определенная активистская составляющая и как вы можете заметить на слайде все эти компоненты во многом друг другом и объясняются их нельзя рассматривать в отрыве друг от друга потому что они формируют действительно некоторое очень сложное комплексное единство также стоит как я уже сейчас говорил стоит также обратить внимание на то что эти компоненты приводят к тому что басманная идентичность неравномерно репрезентируется на территории район и мы предполагаем что соответственно полученные нами выводы могут уже впоследствии становиться как бы предпосылками для более подробных исследований басманного района и в том числе проведение например геокультурного брендинга и других задач например маркетинга и всего такого спасибо за внимание да спасибо большое за доклад какие вопросы пожалуйста можно задать вопросы да спасибо большое за доклад как об региону немецкой слободы слушать было очень приятно и интересно и у меня возникает вопрос скажем так о возможности конфликта между двумя важными частями этого полимсеста в начале марта в бригадирском переулке в самом сердце немецкой слободы по распоряжению МГТУ имени Баумна были незаконно снесены исторические здания для строительства новых не вписывающихся в исторические ландшафты этой части Москвы корпусов этого прекрасного вуза и теперь во всех группах в фейсбуке и в оффлайне идет очень сильная компания более мощная волна защиты исторических зданий и она во многом вливается в личную ненависть к ректору этого заведения товарищу Александрову как вам кажется возможно ли между узлами этого полимсеста возникновение жесткого конфликта который разрушит полимсеста спасибо большое за вопрос ну естественно стоит отметить что разные составляющие этого полимсеста я сейчас еще раз постараюсь их отобразить на слайде разные составляющие этого полимсеста находятся друг с другом в очень сложных взаимосвязи и в том числе эти взаимосвязи могут включать в себя и конфликт я не имею ввиду я не делаю акцент на том что это должен быть обязательно такой конфликт как тот что вы приводите в примере но например логично предположить что некоторые ощущения например историчности Басманного района или отмеченные рядом информантов представления о его некоторой уникальности о том что это такое тихое место в центре Москвы мой пример не вполне стыкуется с тем что это место связанное например с большим количеством как бы вот это что это вот некоторый амьюзмент дистрик давайте скажем так тем не менее две этих составляющих на самом деле существуют друг с другом поскольку они существуют как правило в разных частях района район все-таки достаточно крупный непосредственно касаясь вот вашего кейса с противостоянием вот этой историчности и того что вот мы бы отнесли к студенческому к студенческому району мне кажется что да естественно здесь будет возникать наверное какое-то некоторое противостояние между этими узлами но к полному распаду связей между ними оно не приведет как мне кажется потому что как вы отметили преимущественно в группах пишут про ректора МКТУ имени Баумана то есть как бы рассматривают МКТУ как некоторую институциональную структуру мы же когда говорим про студенческий район преимущественно делаем акцент на том что это район который как-то используется студентами и насколько я понимаю используется студентами довольно активно и как-то с ними в том числе идентифицируется то есть вне зависимости от отношения жителей к МКТУ как к некоторой институциональной структуре скорее всего его их отношение к студентам и соответственно к тем способам как студенты осваивают пространство района я думаю что какого-то критического изменения отношения не произойдет но это мое личное мнение спасибо спасибо большое да спасибо еще вопрос пожалуйста не вижу пока больше вопросов можете писать в чате или поднимать руку у меня тогда вопрос все-таки вы показали и доказали что район состоит из двух очень разных частей а все-таки что его объединяет да и кроме формальных административных границ и насколько вот факторы которые позволяют говорить о том что это два самостоятельных района и по разному надо изучать соотносятся с факторами того что это все-таки некое единство не административное а смысловое пожалуйста насколько мне кажется ну да действительно вы абсолютно правильно отметили что вот эти две части района они действительно имеют между собой очень большое количество различий то есть это различия проявляющиеся на многих территориальных уровнях и эти различия в том числе хорошо репрезентируются жителями разных собственно разных частей района но тем не менее можно заметить что некоторые составляющие идентичности в том числе некоторые дискурсы это идентичность формирующая они все-таки у жителей и северо-востока и юго-запада басманного района во многом общее то есть это и общий дискурс историчности то есть вот это вот это репрезентация историчности района в локальной идентичности это и общие дискурсы ну например вот тот же самый студенческий дискурс вполне хорошо связывается с тем что условно говоря пространство на бульварном кольце оно больше отчисляется с высшей школы экономики собственно где находится ее крупный Покровский кампус и ряд других корпусов но в том числе например корпуса той же вышки есть и в другой части района если вспомнить кампус на старой басманной вот и соответственно вот такие вот связи подобные связи которые как бы существуют и в одной и в другой его части и те же самые например связи между креативными пространствами и вот например пространство артплей завода которое оказалось в северо-восточной части района и другие креативные пространства существующие в юго-западной части района они тоже формируют некоторые смысловую связи некоторое смысловое единство и несмотря на все вот эти большое количество различий между двумя вот этими частями района между тем подобные связи позволяют говорить о том что некоторое единство пусть и конечно же не очень сильное но в том числе все-таки существует спасибо спасибо так есть ли еще вопросы к докладу тогда есть ли желание высказаться в целом по всем четырем докладам которые мы услышали как докладчикам так и гостям сегодняшней сессии пожалуйста кто-то нас уже подкинул так не вижу особо особого желания высказаться что вызывает сожаление потому что мне кажется тут достаточно интересное несколько тем было бы очень хотелось Анна Венивина что-то печатает выступить какой-то запись в чате но я пока продолжу свою мысль что несколько очень важных тем было затронуто во-первых мы ну как бы более пристально взглянули на те процессы которые происходят в городских сообществах как в части самоорганизации освоения присвоения пространства это как бы первая первая тема и мне кажется очень важно здесь тема и первого и четвертого доклада которые были посвящены а с другой стороны мы посмотрели немножко на то что происходит в зарубежных городах и я думаю что многие для себя отметили что это не совсем какая-то история не про нас не про Москву не случайно пытались по крайней мере как-то Москву включить и не надо ждать пока проблемы изоляции или там сегрегации у нас проявятся в тех конфликтных масштабах как это характерно для некоторых городов Европы и Америки а уже сейчас думать о мерах управления городским развитием городостроительным развитием которые бы способствовали лучшей интеграции мигрантов снижению отрицательных последствий пространственной социальной и иной дифференциации групп населения и так далее и тому подобное поэтому мне кажется что тема дальнейших исследований которая вот подсветилась нашими докладами она достаточно перспективна я вижу что в чате вы высказываетесь благодарите тоже докладчиков за интересные сообщения я их вам все передаю и тогда наверное мы завершаем эту сессию и ждем вас на новых сессиях конференции высшей школы экономики совсем спасибо всем за участие спасибо всем за внимание спасибо всем за выступление аплодисменты